Салем семей 6 июля официально день столицы Мы сегодня решили посвятить Весь эфир этому дню О том как будут проходить празднования В нашем городе Об этом поговорим во втором часе Ну и уникальный гость у нас сегодня в первом часе Оставайтесь с нами Мы обязательно вас познакомим И будет очень интересная беседа Ну а сейчас прогноз погоды Ауарайна кизик перейк Продолжение следует Асфата кун болтты Кындоз плюс 27 тинде 17 градус нолден жоғары Ая бізде күн күбылмалы Кындоз плюс 25 тинде 15 градусшолықты Корсетеді Коршатовда күн ал idle болтты Күндоз плюс 30 тинде плюс 17 градус Үйскеменде күн күбылмалы Күндоз плюс 30 тинде 17 градус нолден жоғары Субтитры создавал DimaTorzok Казахстан Республикасы 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 Очень большая, очень большая, очень дорогая была для нас, но для пенсионеров тогда пенсия тоже не совсем большая сумма была. Но тем не менее, урендык, жақсылык, кай жерде қандай арзандау товар бар дегенде, сону барын бірмізден бірміз сұрап, қазыр енді сұттықы телефон аркылы бірмізден бірміз біліп, сожерге бары бірақ, урендык... Алла-рая жалпы, қалай. Да, это важный вопрос. Мыді алла-рая деген айтатын болсақ, біз енді көп жылдар семейде турғандықтан сұғы бізге қысайды, бірақ желе өтімді пронезывай сөйбейтір. Сондықтан, урендыкішкене қиындау болды. У каждого города есть свое настроение, своя атмосфера. Когда ты приезжаешь в Москву, там у тебя одно настроение, тебе город внушает. Когда ты приезжаешь в Алмату, у тебя другое. Какое настроение, когда приезжаешь в столицу? Когда сейчас у меня дети и в Москве живут, и в Алма-Ате родственники семьи. Даже вы путешествуете, есть такая возможность. Интересно, на самом деле, так как с 11-го года житель Астаны, мне, конечно, нравится жить в Астане. Почему? Потому что, во-первых, город очень уютный, для жителей все условия есть. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Тогда вот там появились велостоянки, я помню. Прямо вот такой подставочки. Стоят велосипеды. Ты берешь карточку, велосипед берешь, куда надо тебе едешь, на другую подставку можешь поставить. Вот это было интересно для меня. Думаю, у нас бы такой поставлен, наверное, этих велосипедов бы уже не было. Но нет, оказывается, вот люди пользуются. И уровень культуры, насколько... Ведь там ведь коренных жителей, которые там родились, их уже осталось не так много. Там сборник, да, такой, со всех регионов. Как вот люди там ведут себя, относятся друг к другу? Когда я первоначально приехала в этот город, в самом деле отличались. Дорогу мы не знаем, как ехать, куда подъехать. Тогда я спрашивала местных жителей, узнаешь, сразу видно взрослых. И тогда как-то странно отвечали, ревностью местных жителей. Понаехали, типа, да, такого? Ну, сейчас, вот не замечая, уже молодежь, основной молодежь, город молодежь и прекрасный. То есть это город молодых все-таки? Молодых, молодых. Для молодых перспектива, там, конечно, работа. Ну, даже в Алмату приезжаем. Чистота, пока мы живем, где я живу, вот, значит, в центре, оно прекрасно. В Алмату приезжаем, с поезда выходим, даже серый город, кажется. А вот сравнение с другим городом, вот я недавно отдыхала в Ташкенте, сравнивая с Ташкентом, столицей Узбекистана, я благодарна была. Я родилась в Казахстане, я родилась в семье, даже, почему? Потому что наш город, Семипалатинск, особый город. Люди тоже особые. Даже в сравнении с основной людьми, наш город, наши люди особые, воспитанные. Это чувствуется везде. Я горжусь, что я в Семипалатинске родилась и с этого региона. Махаджамал, еще один вопрос про Астану и все, закончим на этом. Перейдем уже, вот, у нас здесь книга стоит, которую вы написали, издали. И вот о ней уже будем говорить побольше. Места для отдыха в столице, как, вот, где можно там погулять? Вы наверняка уже все там исходили, все там знаете. Нет, нет, есть, как в многих больших городах, какие для детей создали сейчас крупных торговых центров. Дети для детей, для отдыха родителями, все, все созданы, все учитывается. Вот в Ворах даже есть, да? Да, потому что даже в ресторане, допустим, молодые пришли, и рядом есть для детей уголок. Они не беспокоятся о своих детях перед глазами, и они играют, и молодежь сидят. Мы, я сама завидую, в наше время такого же не было. Значит, мы и перейдем. Искали, с кем оставить детей. 21 век сразу чувствуется. Это здорово. Мы гордимся. Почему? Потому что Казахстан идет, наверное, правильному пути. Последний вопрос. Что нам бы здесь в семье пригодилось вот из того, что сейчас есть в столице? Вот что вы бы хотели в нашем городе видеть? Я бы хотела попросить наше руководство. Я сейчас часто вот читаю в Фейсбуке, но новостями нашего города. Увлекаюсь. Почему? Потому что мне не безразлично. Здесь я сталкиваюсь с общественной работой. Поэтому хотелось бы побольше. Мне не безразлично. Спасибо. Ну и давайте перейдем к книге. Давайте мы покажем, что за книга, когда была издана. Первая ли это ваша книга или уже нет? Расскажите несколько слов. Жан Сырым. Кенеттен қайтыс болғанын кейін соғысының арнап біраз естелік жазған. Енді мұнау екінші, үйткені бұл кітапты жазылыма себеп болған көп жылдар бойы қалқа, мекемеге, ана ретінде, әжер ретінде, сіңірген еңбектерім туралы, өз өмірім туралы. Бәрде тұп тура кәдімгі өз өмірімнен алынған әңгімеде бойлайым, үйткені қалық білет, оқи отыра. Бұл неге жазылды? Үйткені қазір нажастарға үлгі болсын. Бір адамның өмір болса да қиындықты, ана соны жене білу керек, оған шыдамдылық керек, төзімділік керек. Маңайындағы адамға жайлы болу керек адам. Мен басшы болатырсам да, семияма, туған-туысыма, соның қабағына қарап, солай тәрбием де бар, оның үсіне өмірден алған сонда тәжіргем де бойлайым. Коллективым мені қалабілет. Мен осында семей полиграфияның экономисінен бастап, бірінші башысына дейін қызмет жасадым. Бір мекемеде отыз үш жыл еңбек стейді. Біздің мекеме үшімен жұмыс деген. Ол кезде қазір ғазетті, мысалы, жұмасына бірақ рет шығады. Біз ол кезде ғазетті, облыстық ғазет, ертіш семейтанғы ғазеттері, тиражыл көн, соны біз жұмасына бейсір рет шығарапыз. Және де қазір кедей компютерінен набор емес, оның бәрі қолмен терлет, оның бәрліғы қоладан жасалады, оның бәрлі көненбек үш жүмен жұмыс деді, нанзабуды сияқты. Бірақ соның бәрін көбіне әйелдер істеді. Баласы да оғырату кезде қазір, енді ойласам, біздің істеген кезіміз кәк күскаске. Поэтому, если мы не учтем то, что мы прошли эту жизнь, никто о нас не думает. Поэтому пришла эта книга в жизнь. Я посмотрел фотографии, это целая жизнь, которая запечатлена на фото, начиная с начала вашего творческого пути, Да, и вот последние годы уже, да, 17-й там, вот Women's Summit, да, женский саммит фотография. Вот эту базовую пенсию, самый первый, мы поднимали этот вопрос, поставили большими саммитами, вот вы видите, мы поставили перед всем женщинам, вот если мы поднимаем такие вопросы, почему-то в Палатинске 28 базаров было тогда. И все женщины работали, они китайских сумках таскали с Китая ручной эти товары, здесь продавали, аренду платили, налог платили, но для пенсии у них денег нету, не остается. Вот чтобы государство об этом подумало, мы вот об этом писали, но позже это подтвердилось и внедрялось вот сейчас в закон. Поэтому мы гордимся своим работой, все же таки за собой мы след оставили. Еще и какой след? Я здесь вижу интервью и там журналист, микрофон с надписью СТР. Это 2000-е годы. Это 2000-е годы, семей когамы, семей айлдер когамына 80-е годы, онда халқаралық республиканский уровень дыр, онда да осы СТР-дың пропагандысы өте жақсы болды. Сондықтан бүгін шақырыган уақта келегалғаным сыл болды, өте жүзгін өте жүзгін әрі шыңғақт әрі өте жыңы өте жүзгін өте жүзгін өте жүзгін өте жүзгін өте жүзгін өте жүзгін. Это жизнь через одного человека, как можно было пройти, жизнь быстро пройдет, оказывается. Вот мы говорим, молодость, жастых шаг, студентных шаг, от посла гумеры, второй институт, вот после, вот мы семью создали в Москве, я закончила Московский полиграфический институт. В тот период этот вуз редко заканчивали, потому что в Союзе всего полиграфические два института было, львовский и московский. У меня еще коллега есть, Виктория Евгеньевна, вот она заканчивала, она молодая более, и я первый из симпалатницы, вот я закончила. У нас с Львова был Владимир Антонович Слотов, он сейчас умер, долгое время у нас главным инженером работал, и такие мои специалисты были. Обложка меня заинтересовала, здесь вырезки из газет, а здесь, по-моему, даже из... Вконтакте, вконтакте, да, то есть такое смешение времен, газеты, известия, да? Я сама полиграфист, поэтому идею свою, издателям я говорила, мне вот такие особые природы, все это мы видим, этого не надо, мне надо вот мой жизненный путь, меня вот человеком сделала мой коллектив, моя полиграфия, поэтому я хотела посвящать именно этому. Ну, замечательно, очень интересовая лодка. Понятно, о чем речь идет в книге Саратов. Труд, правда газеты. Скажите, ну вот, как вы видите, я не могу не задать вопрос человеку, который издавал газеты, который печатал их, как вы сейчас смотрите на то, что все переходит в интернет, и даже такие известнейшие, старейшие газеты, я не говорю о нашей стране, я говорю вот про мир, как Times, New York Times, Шпигель, немецкая газета, они сокращают тиражи, и больше уже все-таки в интернете то ли бумагу экономят, то ли что, то есть исчезает газета вообще. Да, это, конечно, сегодняшняя технология. Я бы считала, все равно реальные газеты, есть газеты, должны оставаться наши. Вот издавали эти газеты, у нас... Улькутан Умзин Десахталат, Архив Десахталат, Он Ишкандай Умтлмайт. Вот то, что вот сейчас в интернете читаем, иногда бывают недостоверные факты. В газете такого не могло быть, да? Да, вообще ошибки. Вот это у нас, это было... Это ЧП, это особо, это наказываются люди. Выражение должно быть четкое, откуда-то брали. Это было совсем другое. А сейчас мы читаем, иногда, конечно, мы недовольны. Может быть, знания журналистов не хватает. Тогда было свежее. Вот сегодня, каждый день, ТАСС, единственный, с Москвы берем, это такой канал, а на самом деле было свежее каждого. И каждый день подписчикам должен доставить газету. Это обязывает целый производство, цикл, редакция, типография и почта. А ведь и не одну газету подписывали, да? Многие на разные союзные, республиканские газеты. В одной отпасы, да, твёрт-без подписка газеттер, ещё журналдар были. И стоило это копейки, я попрошу ответить. Жалпался, брынглы сіздер шарган газеттермен, козыргы газеттермен, козыргы газеттермен, козыргы газеттермен саланан, а не так? Вот салстерсак. Салстерсак, арене, жанаша ойлау керек. Без енде, бәрнде, керемет жасатыкты байтуга болмас. Мы были закрытыми, контролируемыми. Но когда журналист не знает, он говорит о том, что журналисты. Но журналисты были нужны. Они были нужны. Они были нужны. Поэтому журналисты были нужны. Вот это я. Последний вопрос. Мы уже завершаем программу. Скажите, пожалуйста, мне хотелось про то время спросить. Говорили, что цензура была, что даже материал без проверки не шел. Как-то вас это касалось? Конечно. Это самое главное. У нас была специальная организация. Сидело название ЛИТО. Они разрешение дают, что свежий материал связан с нашей партией. И тогда только мы газету дальше можем печатать. Без их согласия. Они могли ей не дать согласия. Поэтому задерживаем. Этот материал убирает. Вместо него другой материал. Опять проверяется. Это вообще большой цикл. Да. Чтобы одну газету набрать, выпускать, знаете, тот период старой технологии 18 часов надо. Представьте. А мы ежедневно в день 24 часа. Вот как можно бы успевать? Поэтому мы резерв материала, полоса готовили. А вот первая полоса всегда после цензуры, после официальных этих. Потом только. Ага. Какая газета? Арина. Меньшим газет, журнал. Интернет тоже не нужно. А свежая краска с низкой. Вот газет, меньшая профессиональная болезнь. Ага. А какие газеты, на ваш взгляд, сейчас вот стоит читать? Ой, даже трудно сказать. С каждого в отдельности. Бывает иногда. Мне кажется, вот как частные стал газеты все чьи-то интересах. Чьих-то. Ну, кто может заплатить, да? Вот такие вот стало. А на самом деле, в наше время. Такое мало того, естественно. Такое мало того, естественно. Туголь халкка байлянствовала. Чеки халктынг умеры, казыр бэр уйсекши с ехт. А миной ларитм. Казыр бэр халкта да керемичах сылк тар бар. Көп жақсылық, со жақсылықтар жазылса. Жаңақ жас бір-бір нематилдер бар. Жас меценаттар бар. Сол ар туралы. Жаңағы завод кішкентай болса да, Мекемелер ашылат жаңағы прайз болса. Сол ар туралы. Реалны олардың басынан аяғына дейінгі жаңағы этаптар жазыл болса. Біздімдімді Мекемелер осы СДРД солай болды. Аркашан Келеп неге дастыгай тек? Калай газет шықты. Как иңдеген сияқты сурактарды биджағы жағы бербэдер. Я помню, газета даже в моем детстве, это было что-то такое, если кто-то что-то делал хорошее, я говорю, я про вас в газету напишу, если там твой портрет или какого-то родственника, у меня у бабушки брат, он стал председателем колхоза и там какое-то соцсоревнование выиграл, она до сих пор, бабушки уже нет, а газета хранится, где его портрет, что победитель соцсоревнования, там такой-то, такой-то. Это вот было настолько, ну, настолько серьезно, что вот сама по себе газетная журналистика, она была очень развита и, ну, это люди, которые могли вершить судьбы на самом деле. Это население, да, вот такое, а самом деле наши производства, наши рабочие, которые газеты выпускали, простые рабочие, они чувствовали роль партии, все коммунисты были. Мы говорили, ребенок заболеет, первую смену отработал человек, следующую смену 8 часов должно оставаться. Правсоюзом согласуем, этот человек, мы скажем, невозможно иногда, да, но тем не менее, она остается, потому что боится партии. Завтра газету задерживаем, перед партией отвечать, партбюро рассматривает. Вот такие моменты были. Да, жизнь была сложная, но интересная. Махаджимал Павел, вам огромное спасибо, что вы пришли, мы очень рады вас видеть. Несмотря на то, что вы сейчас столичный житель, я вижу, что вам очень нравится возвращаться в родной город и следить за ним, вы болеете душой за этот город. Но тем не менее, завтра праздник, ваши поздравления, ваши пожелания, мы сейчас вещаем на весь Казахстан, так что вас и в столицу услышат, пожалуйста. Огромное спасибо. Конечно, я как мать, как женщина поздравляю этим замечательным праздником всех казахстанцев. Почему? Потому что не безразлично. Каждому казахстанцу это столица, новая столица. Как бы ни назывались, Муржултан, Астана, для нас, наше сердце, оно наша столица. Поэтому, біздің көрермендерді, осы керемет мереке мен күттіктаймын. Астанамыз жасай берсін, мемлекетіміз куатты болсын. Тек кана сол мемлекетте балалардың күлкісі, аналардың қуаншы, адамдарымыздың жақсы, өрлев, өмірі көтбосын дебесіпті. Астанамызі бізде алғырмендердің құлағы керемен қоғы керемен қырыш. и от ктэмсдэн псалгийсер ки-ширан-рот, так вот, тэхтэймэссэзэй. Буквально вчера, да, книга вышла, насколько я знаю? Да, Бахаджималапа, вам огромное спасибо. Долгих лет жизни, здоровья, самое главное, и творческих сил. Надеемся, эта книга будет не последней, потому что... Бахадкамал. Бахадкамал, простите. Вам есть что рассказать и о своей жизни, о своей работе. Это только часть того, что было, а еще общественная жизнь, а еще совет женщины. Тут много о чем можно говорить, поэтому будем ждать следующей книгой. Спасибо вам огромное. Эпхол, ты сказал, давайте мы или давайте я? Да, доброе утро, друзья. Мы приветствуем вас в нашей студии, приветствуем на нашем телеканале. Это телеканал «Семей». Утренняя информационно-развлекательная программа «Салем. Семей» вновь вещает для вас в течение трех часов. Первый час мы уже беседовали с нашей гостью. У нас была гостья из Нурсултана, Бахадкамал Садубаева. Она долгое время проработала в полиграфии у нас, возглавляла совет женщин. Ну а сегодня мы представим вам сейчас, буквально через несколько минут, другого гостя. Поговорим о событиях, которые будут происходить в течение этих двух дней, в течение праздничных дней, то есть 6-7 июля в нашем городе для молодежи. Для тех, кто в танке, поясняю, 6 июля у нас официально отмечается День столицы. Конечно же, это мероприятие проходит по всему Казахстану. Самое пышное, конечно, будет в самой столице, на Султане. Там концертная программа, несколько площадок, все практически открытые площадки города будут задействованы. Ну и у нас тоже будет очень много активности, особенно для молодежи, ну и для всех возрастов, конечно же. Вот об этом мы поговорим чуть позже. Прогноз погоды на 5 июля. В Коботове переменная облачность днем плюс 29, ночью плюс 18. В Кокпекты облачность днем плюс 27, ночью 16 градусов со знаком плюс. В Урджаре малооблачность днем плюс 23, ночью плюс 16. В Аксуате облачность днем плюс 27, ночью плюс 17. В Аягозе переменная облачность днем плюс 25, ночью 15 градусов со знаком плюс. В Курчатве малооблачность днем плюс 30, ночью плюс 17 градусов. В Искаминогорске переменная облачность днем плюс 28, ночью 14 градусов со знаком плюс. Семья Малооблачна. Днем плюс 30, ночью 17 градусов выше нуля. Таков прогноз погоды на день сегодняшний, друзья. Друзья, ну все, лето наступило, так что солнце будет жарить на протяжении всего этого времени. Будет очень жарко, солнечно, тепло. Так что все, кто в отпуске, кому мы так яро завидуем, собирайтесь на природу, на речку. То есть, ну, много чего будет. А сейчас, друзья, традиционная рубрика хронограф, из которой вы узнаете, какими событиями день сегодняшний, 5 июля, запомнился в истории. Анатолий Анатольевна Вашенкова, председатель правления АО «Национальный научный центр материнства и детства». В 1980 году родился долгат Омарханович Исмагомбетов, заместитель председателя правления по управлению проектами АО «Национальные информационные технологии». А в 2007 году, тогда еще в Астане, состоялась открытие монумента «Богинбай-Батыр». Объект находится в сквере на пересечении проспекта «Богинбай-Батыра» и улицы Сарыарха. В 2013 году Астана-Астана-Елорда күнне орыл астырып, «Хан-Жатыр-Саудау-Ойн-Сау-Кешен»не салтанатты ашылу болу бөтті. Орталықтың ашылу салтанатына Казахстан, Армения, Ресей, Тажғыстан, Туркия, Украина президенттеры қатысты. Доброе утро, Олжас. Расскажите, может быть, немножко для тех, кто не в курсе, что такое МРЦ, какие функции он выполняет, с какими задачами сталкивается, для кого он существует? Доброе утро. 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 ulated the 6-ming ways, мы проходим в школе и Flo экономлю. Например, еще в 1-м сезоне недまあков 40-м день учета мы участвуем в школе в двух сезоне, не только у нас студенты или там молодежь города и школьники тоже имеют право там по трудовому кодексу отработать каникульное время замечательно, вот раньше по-моему школьники как раз только занимались сбором металлолома и макулатуры сейчас по новому закону там любой гражданин республики Казахстан 16 лет с разрешением родителей имеет право работать нам определенно там рабочие ну и деньги, да, получается, тебе сказать? замечательно мне хотелось бы теперь уже поговорить о предстоящих праздниках какие мероприятия, какие активности ждут ну прежде всего, наверное, молодежь потому что все-таки молодежный ресурсный центр где что будет проходить и куда можно будет прийти поучаствовать, может быть и насладиться творчеством Рахмеден, бірншеден, жаңа, сіздер арқылы жерлестерімізді барлықтарыңызды кележатқан мереке күндерімі қытықтағым келеді, себебі, бейлға мереке өздеріңіз күтіпте отырған шығарысыттар, бірнші, жаңа, қазақстан түкасының тұғыш президентінің жарлығына сәйкес, бірнші, жаңа, қазақстандағы ұлттық домбыра күні болып екітілген, оның алында алтыншы маусым еріміздің астанасы Нұсултан қаласының тұған күні, осы екі жаңағы мемлекеттік мерекенін деп айтайықшы, ел арасында бұлтырдан бері домбыра күні бейділгейе болды, біз қанша жыл болды, астанамыздың тұған күні төйліп кележатырмыз, біздің қаламызды қалай төйленады, біздің қаламызды әртемінен басынақ, өйгіне алтыншы жілденен басынақ, ұрталы қаланда, қаларлығың әкімдіктің үмдастыруымен, арнайы астанамыздың тұған күні Өрталы қаласының тұған күніне арналған. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...